Здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать в город Омск, где через несколько минут на G-Drive арене начнется очередная игра FonBet чемпионата континентальной хоккейной лиги. Омский Авангард сыграет против Хабаровского Амура. Андрей Алексеевич, команда Авангард, команда против которой сложно играть первым номером. В связи с этим стоит ли ожидать от Амура со старта активных действий или выберите скорее выжидательную тактику? Мы будем играть по игре. Если возможность плессинговать, будем плессинговать. Если нет возможности, будем выиграть от обороны. Вопрос персонально по Гальченюку, игрок с именем. Насколько оцените его интеграцию в состав и как оцените его действия как на льду, так и вне? Ну вне льда, я бы сказал, что человек просто фанат своего дела, очень заряжен, тренируется от и до, на игре отдается. Но он присоединится к команде немножко поздновато, но через игры набирает потихонечку форму. Сегодня важное событие в вашей команде, в вашей организации. Вадима покатила день рождения. Пользуясь случаем, поздравляем. В связи с этим был ли какой-то спецзаказ, может быть, от него на сегодняшний день? Подарок какой-то приготовили? Галстук не покупали, точно. В прошлом туре Амор одержал долгожданную победу. Очевидно, соперник на подъеме. Можете выделить какие-то основные сложности, основные скиллы Хабаровского клуба? Очень рабочая команда, с хорошим настроем, много силовой борьбы, достаточно структурная. Поэтому не всегда против них сопернику удается сломать оборону. Но и есть очень мастеровитые игроки. В частности, хорошо знакомы и вам, как полевые, так и вратари. Вот Игорь Бабков в воротах со старта. Я знаю, что вы стараетесь не лезть в работу тренера вратарей, но, тем не менее, зная сильные и слабые стороны Игоря, консультировались с Жигаревым? Ну, он его тоже очень хорошо знает, потому что работал с ним в Хабаровске. Поэтому здесь мы оба Игоря хорошо знаем, насколько он сильный вратарь. Много сильных сторон. Ну, понятно, подсказываем какие-то вещи ребятам тоже. Александр Прынцев, 28-й, Евгений Кулик, 33-й. Это вторая пара защитников. Не удалось Прынцеву вывести шайбу из своей зоны. Хорошая позиция, бросок и гол. Илья Рейнгард забивает спустя минуту после начала первого периода. Не удалось вывести шайбу. Ситуация была очень простой, но через центр неточный пас. Шевченко не смог шайбу обработать. Дюрандо до шайбы не дотянулся. Здорово. Защитник сыграл на синей линии. Даррен Гитц это был. Отправил шайбу в гуд-зоны. Ну, а Илья Рейнгард, не сближаясь с Игорем Бабковым, бросил и забил. Дюрандо по правому флангу. Дюрандо ускорился. Гольченюк с пятака не попадает. Створ ворот. Латин. Смотрим с вами. За одним из моментов, когда Дюрандо на пятак передачу делал, Гольченюк бросил. И шайба, но недалеко от створа пролетела шайба. Дамир Шеребзянов такие передачи легко перехватывает. Брофьярск. Безадресная передача. Сразу же на пятак шайба отправляется. Была подставлена клюшка Алексеем Макеевым, но переиграть Бабкову не удается. Макеев. Полидов перехватил шаг на синюю линию. Гудзон делает передачу. Мартынов с близкого расстояния Бабкова не переигрывает. В дальний угол низом пытался бросить. Семидесятый номер. А мячей Бабков выручает. Еремчук стелся чуть влево. Проехал за воротами. Бабков успевает растянуться в шпагате. И из дальнего угла вытаскивает шайбу после броска Александра Еремчука. Дитс. Бейт. Даррен Дитс. Макеев отыгрывается. Дитс бросает и забивает. Насквозь пробивает Игоря Бабкова. Защитник авангарда. 2-0. Классный розыгрыш. Здесь разыгрывали через Даррена Дитса. Линден Вей на четвертого номера. Затем отыгрался Даррен Дитс с Алексеем Макеевым. Ну и дальше последовал бросок в касание. Был 50. Ну а сам Домир Шеребзянов в прошлом сезоне набрал 53 очка. Бросок по воротам. Хомченко не позволяет Дмитрию Шевченко одну шайбу отыграть. С близкого расстояния реагирует. Пока без броска. Хотя атака хорошая. Шеребзянов, Галеев заряжает и кашет. И Бабков успевает сомкнуть щитки. Останавливает шайбу вратарь Амура. Тяжелейший момент. Попал в закругление. Бросок Рейнгарда. Бабков реагирует. Горкин вбрасывает шайбу. Блином ее отбивает Павел Хомченко. Но атака на этому Амура не закончилась. Последние секунды первого периода. Амур проводит в атаке. Пас на пятак. Плачев до шайбы не дотянулся. Мищенко низом в дальний угол. Не точно. Все. Звучит сирена, которая отправляет команды на первый 17-минутный перерыв при счете 2-0. Оцените стартовый отрезок в исполнении вашей команды. Хорошее начало. Счет на табло 2-0. Надо также продолжать играть в свою игру. Играть больше в зоне соперника. И завершать матч до логического завершения. Лидером по игровому времени стал в первом периоде Дамир Шеребзянов. У него 7 минут 39 секунд. А второй период стартовал с атак Амура. Но переиграть Павла Хомченко не удалось. Еще раз смотрим. Здесь неудобные руки бросал Алекс Бродхерст. И шайба. Но это даже не штанга. Скорее, это закругление ворот. В этот момент меняются партнеры. Алекс Бродхерст с партнерами появился. Хорошая ошибка их. Хохлачев убежал к воротам. Но бросить поворотом Хомченко ему не удалось. Через центр был Дитс или Соловьев. Кто-то из защитников авангарда. Неточный пас сделал. Гуляев возвращает шайбу. На противоположный борт. Даррен Дитс с Бродхерстом ведет борьбу. Линден Вей. Пас на пятак. Бросук с близкого расстояния Ивана Игумнова. Развел руки в стороны. Главный арбитр. Было опасно. Дитс. Шевченко за ворота. Дюрандо. На пятак делает передачу Шевченко. Переезжает Соловьева. Но Хомченко выручает. Линден Вей. Центр Галиеву в касание. Станислав заряжает. Но мимо створа. Хитросплетение занесли Александр Греченника в свое время в Омск. В московском Динамо долгую карьеру провел. А у нас моменты. Штанга спасает ворота Павла Хомченко. Слушайте, Амур хорошо прибавил во втором периоде. Мищенко вглубь зоны делает передачу. Единственная реализованная попытка была в игре против Бориса, когда забил Александр Греченюк. Это была последняя пятая шайба. А тут в меньшинстве убегает Игорь Мартынов. Но Вовкова не переигрывает. Авангард в меньшинстве в этом сезоне еще не забивал. Галиев завозит шайбу в зону Амура. Линдон Вэй. Поперечный пас. Макеев на пятах. И Линдон Вэй с острова угла бросает. Бобков пускевает. На щитках к штанге переместиться. Амур выходит из-под давления. Олег Ли. Попадает в ногу. Даром видится. Сам играет до подборья. Наброс Хомченко. Здорово действует Павел Хомченко. Не позволяя добить Александру Греченюку. Пилатев вводит шайбу в среднюю зону. Момент упускает Амур. Игумнов потащил шайбу в зону Амура. Но вряд ли без какой-либо угрозы воротам. Завершается второй период. Счет не меняется. 2-0. Олег, расскажите, поделитесь вашей оценкой игры по итогам 40 минут. Сначала мы проспали. Как итог у нас. Две шайбы забили. Команда быстро. Мы не перестроились после последней игры. Тренеры нас предупреждали. Но так получилось. Сейчас вроде во втором периоде потихонечку, потихонечку начинаем владеть шайбой. И сохранять ее. Самое главное выполнять то, о чем мы договаривались в раздевалке. Кослачев оставляет шайбу за спину. Кемерон Ли эффектно проходит мимо Домир Шеребзянова. С острова в угла с неудобной руки бросил Хомченко надежно. У нас сегодня хорошо получалось. Мишенка. Дочинюк. В предыдущем эпизоде Алекс Бродхер сбросал. Мишенка. Два игрока было на линии броска. И не в голову Ивана Якунову попадает Иван Мишенка. Бобков сигнализирует, что на льду появляется пятый игрок. Кемерон Ли проехал за оборотами. На пятак делает передачу. Убойная позиция у Тросга. Но мимо свора. Минденвей. Олег Ли. Бросок с острова в угла. Добивание с пятака. Гиздатуллин имел возможность сократить отставание в счете. Хомченко говорит нет. Рейнгарт налево делает передачу Пилатьеву. Касселс подхватывает шайбу в центр Рейнгарту. Оставляет он шайбу под бросок Семену Чистякову и Бобков. Выкатывается под бросок 66-го номера. Отбивает шайбу по коворотам. В ближний угол шайба полетела после броска Злодеева. Бросок успел на щитке опуститься. Клачев балдает. Кэмерон Ли упускает шайбу. Неаккуратно ее принимал. И в итоге Мартынок сразу бросил. Отправляет шайбу к воротам Игоря Бобкова. Ли. Длинная передача. Выход 1-1. Бросок. Бол. 2-1. Амур сокращает отставание в счете. Но какая передача Кэмерона Ли. Удалось на смене поймать авангарды Девин Бросок. Забивает свою вторую шайбу. В этом сезоне набирает третье очко. 27 сентября запланированы. Гиздатулик привез шайбу в зону авангарда. Бросил. Помченко отбил. Еще один бросок с острого угла. Помченко на пистак. Шевченко, Бродхерс, Броссо и Гольченюк. Четыре нападающих. Единственный защитник Иван Мищенко. Галиев. Центр идет передачу. Макеев уже устремился к воротам Игоря Бобкова. Линденвей. Галиев. Выход 2-1. Галиев и Макеев побежали к воротам Бобкова. Макеев на вершину сбрасывает Линденвей. Бобков выручает. Активно в четвером идут к Брахчане в зоне авангарда. И вот одной передачей уже дважды удалось отрезать четырех нападающих хабаровской команды. Домир Шеребзянов подбирает шайбу. Гольченюк оставляет шайбу в зоне авангарда. Бросок с острого угла. Добивание. Гол. Девин Броссо с пятака оформляет дубль и сравнивает счет в этом матче. Но отметим в этой ситуации Александра Гольченюка, который здорово сыграл на синей линии. Остановил очень тяжелую шайбу. Спасается Амур. Меньше чем за минуту. Вот здесь Гольченюк. Коньком. Яндроск в углу зоны шайбу отправляет. Даран Гитц. И на этом все, дорогие друзья. Основное время завершилось. 2-2. Амур спасается по ходу третьего периода. Линдон Вэй делает передачу Макееву. Бросок по воротам. Бобков реагирует. Даран Гитц. Голиченка. Ну а второе правило касается тоже замены вратаря. Если раньше заменив вратаря, ты не... Давайте об этом попозже. Выход 2 в 1. Олег Ли. Бросок по воротам. А другого варианта у Олега Ли не было. Бродкерс в дальний угол. Он не попадает в створ. Еще раз посмотрите. Легко Алекс Бродкерс ушел от Линдона Вэя. Выкатился, бросил. И в этот же момент выход 2 в 1 у авангарда. Галиев с неудобной руки бросает. Над щитком Бобкова. По-моему, Игорь все-таки шайбу задел. Галиев. Брынцев рядом с ним. Не позволяет развернуться 22-го номера. Галиев. Вдоль синей передачи делает. Но шайбы выходят в среднюю зону. Звучит сирена. В авангарда как сразу. Помченко играет клюшкой. Галиев. Инслав Галиев, недолго думая, не сближаясь сильно с Бобковым, резко бросает под ловушку и забивает. 1-1 после трех раундов. Ян Дроск. Хорошая скорость у Яна Дроска. И забивает он. Ворота Павла Хомченко. Раскачал таки вратаря авангарда Ян Дроск. Уложил валет. Ну и затем перебросить щиток Хомченко не получилось. Линдон Уэй. От него сейчас зависит, продолжится или нет. Булитная серия не продолжается. Амур выигрывает второй матч. Поздравляю вас с победой. Для начала комментарий по игре. Насколько эмоционально затратная она получилась. Действительно сложный матч сегодня получился. Потому что у нас было отставание в две шайбы. Но мы не опускали руки. Мы продолжали играть на протяжении всего матча. До самого конца. И к счастью победа осталась за нами. И удача сопутствовала нам в серии булит. Продолжение следует.